Коллеги, добрый день. Во-первых, хотел бы выразить благодарность Оргкомитету за блестящую организацию мероприятия и Научному комитету за возможность сделать доклад. Два слова хотел бы сказать и немножко обсудить те проблемы, которые сегодня обсуждаем, эволюционной вирусологии в прикладном аспекте вакцины профилактики гриппа. И, кстати, забыл третий тезис, главный во вступлении сказать, что воскресенье, даже когда белые ночи в Петербурге, науке не помеха. И это очень правильно, только так мы и сможем двигаться вперед. Два слова о нашем институте скажу. Буквально позавчера в пятницу нам исполнилось 45 лет, и мы занимаемся различными интересными вещами. Но с результатами исследований школы профессора Андрея Петровича Козлова уже, я думаю, все познакомились. Еще будет, по крайней мере, один очень интересный доклад чуть попозже. Актуальность гриппа все хорошо представляют. Просто напомню, с этого года по материалам после генассамблеи пандемии гриппа стоят на третьем месте. Также, поскольку много говорили и немножко в этой презентации будем обсуждать вакцинопрофилактику, уже есть проблема на уровне ВОЗ. Вот она здесь, это антивакцинальное направление. Такая же серьезная актуальная проблема, как и сами инфекционные заболевания. Для понимания вопросов инфекционной, эволюционной вирусологии два слова, хотел бы сказать, по истории. Значит, на самом деле уже больше ста лет прошло с момента первой пандемии. Вот, вопрос до сих пор не решен. Кроме того, как мы здесь видим, вирус был выделен сильно позже, после первой общепризнанной пандемии. И вакцина первая была создана в 35-м году, то есть практически 90 лет назад. Тем не менее, несмотря на наличие вакцин, проблема гриппа не решена. И одна из причин этого – это изменчивость вируса. И здесь мы как раз выходим на тему нашей замечательной секции про эволюционную вирусологию. И, может быть, через эту призму нужно рассматривать проблему борьбы с гриппом с помощью вакцин, чтобы кардинально изменить ситуацию. Значит, по испанке к юбилею, 100-летнему, к сожалению, было много публикаций. Вот здесь один из отцов-основателей международной вакцинологии гриппа. Джон Оксфорд, профессор в мощном обзоре, просто сказал, как это было на самом деле. А на самом деле это была одна из самых больших ошибок или провалов медицинской науки в 20-м веке. И, конечно же, нам хочется, чтобы это не повторилось, но последние события, которые мы видим, и свиной грипп 2009 года, показывают, что, к сожалению, опыт не полностью интегрирован в практику. И, не дай бог, что-то такое повторится, последствия будут катастрофические. Значит, 20-й век имел, как минимум, три общепризнанные пандемии. Кроме испанки, это азиатский грипп, гонконгский грипп. Обсуждается история советского гриппа 1977 года. И хочу здесь особенно отметить, с 1973 года, то есть уже почти 50 с чем-то лет, работает международная система для того, чтобы выделить те штаммы, которые будут закладываться в вакцину. Ну и вот новейшая история, пожалуйста. 1997 год грипп птиц, 9-й год свиной грипп, 13-й год еще один актуальный грипп птиц, вызывающий летальную инфекцию людей. 18-й год, возможно, четвертый сиротип, основной для сезонных вакцин. И с каждым днем может развиться какое-то событие, которое всю ситуацию может кардинально поменять. И к юбилею еженедельника ВОЗ несколько лет назад вот такую картиночку ребята сделали. И здесь из семи основных угроз биобезопасности для всего человечества, таких мощных, как коронавирусы, таких мощных, как Эбола, три из них – это грипп, причем грипп животного происхождения. H7N9 – грипп птиц, H5N1 – грипп птиц и свиной грипп 2009 года. Так, ну вот, замечательная картинка про свиной грипп в разрезе эволюционной вирусологии. То есть, если свинью отправить куда-то, то, наверное, будет грипп лошадей, кошек, человека и медведей, возможно. Значит, вот немножко об этом уже поговорили. В прошлом году даже на уровне ВОЗ этот вопрос подняли. Это, возможно, новый сезонный вирус гриппа – сиротип H1N2. Знаете, вот буквально на прошлой неделе на рецензию пришла работа научная. Там был H2N3 – штамм вируса гриппа, и мне ее отправили, коллеги попросили разобраться, думали, что это опечатка, потому что все привыкли H3N2 – сезонный грипп, здесь, значит, H2N3. И вот тут, в принципе, да, любые комбинации. Последние годы мы видим в Голландии тройной ассортант от разных вирусов, разные компоненты, соответствующие обозначения, симптомы кишечной инфекции у ребенка. То есть мы видим, что эволюция гриппа, как вируса, да, она не останавливается, она только развивается, и определенную роль в этом могут играть объективные факторы и условно-субъективные, как, например, вакцина-профилактика и, например, расширение мониторинга с использованием современных методов. И здесь хотел бы еще отметить конкретный пример, почему то, что мы обсуждаем, очень важно и актуально. Сейчас, в принципе, у нас конец июня, не очень сезон для северного полушария, для гриппа, но, тем не менее, вот эту ситуацию можно транслировать на нас. Сейчас все ведущие мировые ученые в области онкологии собрались здесь, в Петербурге, значит, буквально в пределах 24 часов разъедутся домой, кто-то дальше в командировку по всему миру. Ну и вот пример в части гриппа, значит, один рейс, 500 человек, Дубай, Нью-Йорк, сезонный грипп прямо в полете у 10 человек. Ну, американцы в этом смысле молодцы, отогнали самолет, значит, меры биобезопасности, разобрались в ситуации, все нормально. Но этот пример показывает, что вот самолет вылетел, все нормально, самолет прилетел через 14 часов, у нас потенциально пандемическая ситуация. Значит, опять же, почему вот эта вся история имеет место быть? Ну, в классических учебниках вирусологии гриппа мы все знаем, сегментированный геном, 8 сегментов, реассортация, рекомбинация и так далее, и так далее. Тем не менее, этого одного недостаточно, чтобы объяснить то, что мы видели в 20 веке с тремя пандемиями, то, что мы видим два раза в год, когда ВОЗ рекомендует изменить штаммовый состав сезонных вакцин, то, что мы видим в последние годы, когда во всем мире и в нашей стране тоже идет переход с трехвалентных на четырехвалентные вакцины. Чуть позже покажу огромные таблицы, огромную работу тысяч, если не десятков тысяч ученых по всему миру в системе мониторинга ВОЗ. И здесь вот сидят представители одного из ведущих центров в мире, которые тоже решают эту проблему. И вот последние годы, значит, в частности, вирус грипп типа D, то есть мы все привыкли А, В, С, да, А основной, В, там где-то что-то еще, С просто для того, чтобы был в учебнике. Вот еще вирус гриппа типа D, потенциально пандемический, и вирус гриппа у животных, в частности, в Европе обнаруживался. И вот, пожалуйста, к базовому набору из 10 белков классических вирусов гриппа в последние годы добавляется еще какое-то количество. Так, мой любимый слайд. Плавно переходим уже именно к вакцинам, вакцинно-профилактике. Значит, здесь мое любимое слово своевременное, и это очень большая проблема того, что развивается здравоохранение. Люди не хотят вакцинироваться, потому что, может быть, они не заболеют. И вот сейчас вроде все нормально. В сентябре мы всем будем говорить, ребята, давайте вакцинироваться. Есть прекрасные вакцины, российские, на выбор, не уступающие международным, и так далее, и так далее. Люди говорят, нет, мы не заболеем. Потом в декабре, в январе к нам придут и скажут, дайте нам таблетку. Вот, и вот к Андрею Петровичу придут, попросят у него таблетку, но мы скажем, что таблетки у нас нет, надо было вакцинироваться. Вот, они скажут, конечно, в сентябре следующего года мы к вам придем. Ну, и вот это вот все ходит по кругу, да. Что, тем не менее, не мешает вирусам гриппа появляться новым, несмотря на наличие вакцин. Значит, тут есть, пожалуй, самый сложный слайд из презентации. Значит, про вакцины. Если мы говорим о вакцинах против гриппа, это, наверное, единственный патоген, где под этим термином подразумевается, как минимум, четыре большие группы совершенно разных вакцин. Значит, первое, самое простое, понятное, это вакцины для ежегодной профилактики. Второе, очень важное, это препандемические вакцины для подготовки к вознужной пандемии. То есть выделяются штаммы, которые мы считаем пандемически актуальными. Но какой на самом деле штамм вызовет следующую пандемию, неизвестно. Очень простой пример. Опять же, девятый год, соляной грипп. Все очень активно готовились к гриппу птиц. Были под эгидой его собраны даже какие-то аварийные запасы таких вакцин, там H5N1 и так далее. А в Калифорнии в 2009 году, пожалуйста, вирус гриппственного происхождения, тройной ассортант. К этому никто не готовился. Третий момент – это пандемические вакцины. Дай бог их никогда не увидите, потому что это те вакцины, которые будут готовы только к второй волне в лучшем случае и уже непосредственно против штамма, который вызовет пандемию. И четвертый момент – это ветеринарные вакцины для массовой профилактики гриппа у животных. И вот это тоже очень интересный аспект эволюционной вирусологии. То есть на самом деле у нас получается есть вирус гриппа, который в настоящее время может активно размножаться и у человека, и у животных, в особенности свиней и птиц. И у нас есть такая сложная система совместной эволюции или, если хотите, отчасти условно-искусственной эволюции. Если мы применяем определенные вакцины, вытесняем одни варианты, появляются новые варианты. Как решить эту ситуацию нынешними средствами – неизвестно. Нужны принципиально новые какие-то вещи. И, конечно, непонятно даже с чего начинать. Вот еще один момент очень интересный. Значит, мы говорим, безусловно, вакцины против гриппа эффективны и безопасны. Все понятно. Но на самом деле есть еще второй уровень этого вопроса, что, конечно же, клинические исследования, как мы знаем по многим вакцинам, особенно первые и вторые фазы, это молодые, здоровые, взрослые, эффективность до 90%. Это не группа риска, это не то, что мы хотим видеть в группе риска. И здесь же проблема в части эволюционной вирусологии – низкий перекрестный иммунитет. И, в принципе, это одно из основных объяснений той ситуации, которую мы видим. Новый вирус для сезона северного полушария, следующего, 19-20, это, например, H3N2 Канзас. Сейчас активно будут выпускаться вакцины. В сентябре будут прививочные кампании. Значит, мы всех проиммунизируем. Популяционный иммунитет против штамма Канзас. В феврале следующего года, когда нужно будет выбирать обновление штаммового состава вакцины, скорее всего, его исключат, потому что мы его выбьем из такой некой совместной эволюции вирусов человека и животных. Вот замечательная картинка. Тут даже есть треугольничек в Санкт-Петербурге. Огромная глобальная система сейчас задействована для того, чтобы решать эту проблему. Причем решать ее, к сожалению, реактивно. То есть выделять вирусы, смотреть, какие они, собирать данные для того, чтобы два раза в год менять штаммовый состав. И последние годы, опять же, мы видим, что даже не один штамм из трех или четырех для четырех валентных вакцин, а два из трех или из четырех в общем-то претерпевают изменения. И ситуация, на самом деле, она обостряется с каждым годом. И приведу в пример буквально февраль-март этого года. Значит, все собрались в этот раз в Пекине на мероприятие, где ВОЗ объявляет, какие штаммы будут для северного полушария, в том числе для Российской Федерации, рекомендованы на следующий эпидемический сезон. И вот здесь вот со звездочкой стоит, что в феврале ВОЗ сказал, что поскольку есть свежие данные потому что резко стал повышаться в части активности штамм, которого не ждали, значит, они попросили еще месяц. Еще месяц, чтобы проверить эти данные, значит, и принять окончательное решение. С точки зрения эпидемиологии это очень хорошо. С точки зрения прикладного здравоохранения, производителей вакцин, это очень плохо, потому что этот один месяц, он смещает начало прививочной кампании. Для нашей страны это сентябрь езжает, в октябрь, если все хорошо. А если все не очень хорошо, там какие-то проблемы с производственными штаммами, какие-то проблемы со стандартами, это может уезжать в ноябрь. И я думаю, что многие согласятся, что в нашей стране и так не очень хорошо с вакцинацией гриппа. А если мы еще и людям скажем, что у нас где-то в ноябре, в декабре появится вакцина, будет совсем не очень хорошо. Это вот к вопросу, да, эволюционной, опять же, вирусологии гриппа. Вот такие моменты бывают, всплывают вирусы, и не очень понятно, что с ними делать. Вот наши коллеги из Международной Федерации производителей вакцин подготовили такой слайд. Здесь наглядно видно, что один этап эпидемиологический, когда мы смотрим, какие штаммы циркулируют, когда эксперты ВОЗ выбирают, это только часть работы, и на самом деле где-то половина, вторая половина, вот с февраля начинается активная работа по стандартизации реагентов, по оптимизации производства. Тоже надо понимать, что новый штамм – это на самом деле новый биологический объект, и вакцина с обновленным штаммом составом, строго говоря, это совершенно новый биопрепарат. И у производителей есть в лучшем случае, вот как здесь написано, от 4 до 6 месяцев, для того, чтобы совершенно новым штаммом выстроить производство, на которое, ну, вот мы здесь обсуждали, на предыдущей секции, да, про онковирусы, представляете, вот сколько лет, сколько десятков лет занимает разработка вакцины потенциально, да, от онкогенного вируса. Здесь у производителей есть 2-3 месяца, и это нужно сделать. Если это не будет сделано, то будет не очень, в общем, печальные последствия. Так, и здесь вот в журнале Cell несколько лет назад коллеги как раз из Института гриппа подсказали эту замечательную статью. Здесь есть вот такая очень сложная картинка, которая еще лучше иллюстрирует ту глобальную систему, то огромное количество ученых, разработчиков, производителей, которые участвуют непрерывно, каждую минуту в том, чтобы у нас всех 2 раза в год были вакцины с актуальным штаммом состава. Опять же, я думаю, что никто не сможет назвать такую же ситуацию, когда все человечество, да, объединяется. Это может быть не очень видно, и не очень всем понятно, но это так и есть для того, чтобы постоянно, вот, реально вести войну с гриппом, выделять вирусы, секвенировать, принимать решения, иногда волевые, иногда неудачные по штаммовому составу, выпускать эти вакцины. Так, вот здесь картинка из свежего материала ВОЗ по подготовке штаммов уже не для сезонных вакцин, а для препантемических. Вот здесь слева иллюстрация той работы, которая ведется только по одному из субклэйдов вируса гриппа H5. И вот здесь справа тот вариант производственных штаммов, которые были сделаны буквально там за 15 лет, которые могут использоваться для подготовки препантемических вакцин. То есть, опять же, все вот это, все эти строчки, каждая эта строчка, это был сделан реассортант, был охарактеризован, был генетический, антигенно-иммунологический, из него были сделаны вакцины, проведены небольшие клинические исследования, которые показали, что этот штамм может использоваться как вакциной для создания препантемических, а в случае пандемии и пандемических вакцин. Так, ну и здесь еще один момент по мощности производства. При всем при этом, к сожалению, на сегодняшний день 95% мощностей сосредоточены в трех регионах, и 5% распределяются на половину населения Земли. Соответственно, здесь проблема не только в собственной доступности вакцин для половины населения Земли, но и в том, что активная работа по мониторингу, по выделению штаммов, она тоже ведется, к сожалению, не по всему миру. Значит, два слова скажу про одно из направлений, которое было в моде несколько лет назад, но, к сожалению, сейчас немножко сбавило обороты, это разработка универсальных вакцин от гриппа. Если лет 5-7 назад было все на волне, позитива, говорили, что сейчас мы сделаем одну вакцину от всех вирусов гриппа, сейчас немножко ситуация поменялась, но, тем не менее, один из интересных подходов в повышении перекрестной активности вакцин, и, может быть, тогда не каждый год нужно будет менять вакцинные штаммы. Но, тем не менее, пока ни один разработчик не вышел близко к практическому применению этих вакцин. Ну, и еще одно направление такое очень интересное, Original Antigenic Symptom, феномен первого контакта, все больше публикаций по этому вопросу. Смысл его в том, это как раз в разрезе эволюционной вирусологии, что иммунная система человека может совершенно различным образом формировать иммунный ответ в зависимости от того, с каким именно штаммом вируса гриппа произошел первый контакт. То есть, есть некие штаммы, антигены близкие друг к другу, которые дают перекрестный иммунный ответ, есть некие штаммы, которые, если людей иммунизируют первый раз, потом, в дальнейшем будет очень сложно у этих людей сделать перекрестный иммунный ответ. Это, в общем-то, сейчас на уровне гипотезы, но это вот одно из тех прикладных направлений, где, может быть, стоит поработать все вместе и где именно аспект эволюционной вирусологии нам дает возможность продвинуться вперед. Ну, два слова скажу тем, чем мы вместе с коллегами занимаемся в нашем институте и вместе с партнерами. Это различные варианты рекомендантных ДНК вакцин, иммуномодуляторов. И сейчас у нас интересный проект там по тест-системам идет. И в качестве заключения есть концепция One Health, сейчас взятая на вооружение Всемирной организации здравоохранения. мы предлагаем ее расширить на концепцию того, что наука она есть на самом деле одна на всех. Вот. И прорыв это междисциплинарные проблемы. Ну и так, если немножко так флэнгом, да, сказать, что мы видим на примере гриппа, что есть некая такая естественная искусственная эволюция и не всегда мы, выбирая вакцины, думаем вперед на несколько шагов, на несколько лет, к чему мы придем вот так вот резко, кардинально, значит, меняя штаммы и состав вакцин и используя, допустим, препандемические вакцины для формирования иммунной прослойки у населения. Спасибо за внимание. Спасибо, Илья Михайлович. Вопросы будут докладчикам? Пожалуйста, Илья Ильич. Скажите, пожалуйста, вот как в этом году была ситуация с задержкой рекомендации по H3-компоненту, и, как Вы сказали, это действительно приводит к огромному количеству производственных проблем. Каково Ваше видение, каковы возможные технологические пути для того, чтобы ускорить, сократить период производства противогриппозных вакцин, чтобы вот в таких ситуациях, как в этом году, чувствовать себя в большей безопасности? К сожалению, текущая технология, второе-третье поколение, расшепленные, субъединичные, оно оптимизировано уже максимально, и, в принципе, та система, которая сложилась за последние несколько, там, десятилетий, она работает. То есть, где-то в феврале мы получаем рекомендацию для нашей страны, и тогда, в конце августа, в начале сентября, если все хорошо, у нас будет. Мы с Всемирной Организацией здравоохранения, с экспертами много это обсуждали, ну, там, несколько дней, максимум неделю можно сократить логистически, но дальше ничего сделать нельзя. И тут еще надо понимать, что эти сроки рассчитаны, если все в порядке. Если ситуация, как была в прошлом году, очень низкоурожайный штамм H3N2, значит, надо заказывать больше яйца. Если проблемы со стороны Центра ФОС по подготовке стандартных реактивов, у них низкая активность, надо готовить больше. Если, как бы, не дай бог, разморозили контейнер, пришел материал, ну, представляете, да, стандартная сыворотка пришла жидкая, а не в сухом льде, да, ну, это, значит, надо заказывать новую, это еще плюс две недели. Мы считаем вместе с нашей стороны, как ученых, с нашей стороны, как производителей и разработчиков, решение проблем очень простое, это решение всех проблем, садиться за стол и разговаривать. В ситуации февраля, к сожалению, на конец февраля этот штамм, который они объявили, он был в списке. Возможное решение, нужно было сказать, ребята, на свой страх и риск вот 10 штаммов, можете с ними начинать работать, мы выберем один из них. Ну, как пример, вот такая ситуация. А есть ли какие-то новости по поводу нового подхода по поводу табачных заводов, они производят сейчас, то есть, вот Байер, вот то, что производят, что из того, что я вижу, что я могу сказать? Одна из проблем, когда интегрировались новые вакцины, гриппы, как они интегрируют систему, заключается в том, что система тоже существует по тем вирусам, которые производятся из куриного эмбриона. Ту же ситуацию мы видели три или четыре года назад, это компания американская, которая работает с этими системами. А я говорю про табачных. Да, Московский государственный университет, у них аналогичное исследование и проект. Просто я к чему это веду? Вот эти темы, они только еще развиваются, разрабатываются, и они несовместимы практически с текущей системой. То, что мы видим со стороны разработчиков, мы должны получать данные не только их исследований, но также из пилотных экспериментов. Например, в этом сентябре ВОЗ может быть получит новые штаммы. И тогда мы попросим их продемонстрировать нам, смогут ли они в этот временной промежуток уложиться. В лаборатории-то они думают, все хорошо, и за 28 дней все сделают. Это не значит, что они завершат это за 28 дней. И потом я упоминал науку вакцины, и эта вакцина, которая используется, ее можно производить в аналогичные временные параметры, но могут быть проблемы с поставкой этой вакцины на рынок, и также на тот же рынок США, не нарушая вот эти временные графики. Надо быстро производить это, но в теории это можно очень быстро, а чисто практически надо подождать пару сезонов, может быть, это займет. Посмотрим, как будут работать эти штаммы и так далее. Еще вопросы будут? Михаилович, так чего нам ожидать-то в этом году? Какой штамм у нас будет? Каждый год мы решаем эту проблему, каждый год мы хлопаем в ладоши, говорим, что классно мы привели там 70% населения и если вдруг у нас не заболевает никто за священием стариков и детей мы угадали с вакциной вообще. А если заболевает, вот что нас ожидает на следующий год? Как сделать так, чтобы у нас собственно говоря были, ну основная группа населения наверное все-таки это дети, которые не иммунная прослойка, да, и уже старики, у которых собственно говоря иммунитета нету. Как нам угадать и сделать так, чтобы все-таки эта группа населения были защищены? Ну смотрите, что ожидать это совершенно непредсказуемая история. Мы конечно все надеемся, что штаммы останутся теми же, вот, надеемся, да, но вот видите, я вам расскажу историю, в феврале вот многие производители, разработчики, ну 99% думали, что аж один на один останется Мичиган и даже ходили слухи, что многие уже там начали эту вакцину заготавливать, ну потому что ничего не поменялось, а они его поменяли, причем не очень так есть мнение, что обоснования научно этому недостаточно, а потом они отсрочили на месяц H3N2, поэтому что эксперты ВОЗ придумают в сентябре, мы не знаем, что они придумают в феврале следующего года, мы тем более не знаем. По вопросу иммунизации популяции, значит, есть в США хорошая позиция по универсальной вакцинации против гриппа для людей возраста от 6 месяцев, может быть, в эту сторону посмотреть, подумать, что касается пожилого населения, есть высокодозные вакцины, есть вакцины с одевантами и российские производители, я вас уверяю, тоже об этом думают и, наверное, в ближайшие годы таких вакцин будет все больше и больше. Поэтому здесь еще один момент, вспомню, когда разбирали свиной грипп в 2009 году, были очень интересные мета-анализы, систематические обзоры и всякие разные публикации, там была публикация про группу уже пожилых людей в США или в Канаде, не помню, которые в течение 10 лет ежегодно вакцинировались. Вот здесь смысл именно вот в ежегодной вакцинации. И у них обнаруживали не антитела, а компоненты клеточной иммунной системы, которые нейтрализовали H5N1, при том, что они с H5N1 никогда не контактировали. То есть здесь позиция уже такая со стороны общественного здравоохранения, что давайте все-таки держать уровень вакцинации, как его держат для кори и краснухи, например. Надо делать какие-то универсальные все-таки вещи, но если мы защищаем, допустим, население, где-то оно наверное все-таки на 50%, то есть не угадывая совсем, то 50% все-таки наверное в плане снижения клинической симптоматики, допустим, после вакцинации, это все-таки уже успешно может считать вакцинацией, правда ведь? на самом деле есть еще тонкий момент по оценке эффективности вакцины профилактики, то есть надо понимать, что мы в практике никогда не обеспечим условия клинических исследований. Я вам расскажу, такой открою маленький секрет, что мы вместе с ВОЗом, с экспертами уже не первый год, у нас есть большая рабочая группа, которая смотрит на то, как выйти из ситуации с адекватной или неадекватной оценкой эффективности вакцины против гриппа. И базовый тезис, с которым все сейчас согласны, что эффективность в профилактике гриппа с точки зрения предотвращения только лабораторно подтвержденной инфекции гриппом, она не совсем адекватна. Есть огромное количество дополнительных преимуществ, и там уже появляются интересные цифры, там как плюс 10% защиты от летального исхода вне зависимости от причин. Соответственно, вот это число, то, что мы там 50% проиммунизировали и 50% защищены от гриппа, это прекрасно, но оно не отражает тот общий позитив, который на самом деле имеет место быть. вне зависимости отчет. Вне зависимости отчет, вне зависимости отчет. Вне зависимости отчет, отчет. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...